И потом везде можно козырякивать. Это патент. Поэтому я уточню это ремонт. Ну и последнее, что я хочу сказать, и свое мнение, и мнение тех оценщиков, с которыми я хорошо знаком. Мы не против налоговой оценки в принципе. Мы против того, как сегодня воплощается в жизнь налоговый кодекс. Вот о чем разговор. Потому что сегодня все восприняли так, что вот мы старые оценщики, против вообще, чтобы там кого-то опускать и тому подобное. Да ради Бога, пожалуйста. Я в своей жизни подготовил 12 человек. 12 человек, которые у меня стажировались. Один из них работает в Штатах. Сегодня оценщиком. Понимаете? Поэтому, если бы я хотел кого-то не пустить, я бы не пустил. Поэтому еще раз подчеркну. Мы не против. Мы за то, чтобы выполнялся закон, не, кодекс налоговый, выполнялся грамотно. Спасибо большое. Заступна Людмила Туровская, генеральный директор компании «Эксперт-Рибр». Туровская Людмила, председатель Федерации работодателей в сфере оценки землеустройства Украины. Я люблю цифры. И несколько цифр, чтобы не забирать ваше внимание, Дара. Мы только что говорили, что оценка автоматизирована. И оценщику дается одно единственное право. Нажать на кнопку и получить результат. Какой результат? Типа таблички на одной страничке. Тогда возникает вопрос, смогут ли наши граждане оспорить такую оценку, которую однозначно на сегодняшний день мы с вами понимаем, мы получим низкого качества. Ответ неутешителен. И неутешителен по трем пунктам. Первый. Фонд госимущества, по сути, принял программу, я уже говорила, где отчет пишется на одной странице. Мы имеем с вами табличку без обоснований и без счетов. Но есть еще более интересный момент. Фонд госимущества формально, по сути, исключил проверку. А как и случилось? В июне 12-го года был принят приказ фондом госимущества оборять те работы аттестационно-рецензионной комиссии. И тогда возникает вопрос, а кто в этой комиссии? Оказывается, только представители двух организаций. Послушайте, двух организаций из девяти существующих саморегулирующих. Вопрос второй. А кто, какие члены там составят? Оказывается, руководители, которых нам сегодня показывали, из двух новообразованных организаций саморегулирующих. Граждане, или лучше сказать, господа Черныш и Каипецкий. А кто ж такой Каипецкий сегодня говорили? Оказывается, это руководитель, почти рассказываю, как дом построил уже. Это оказывается руководитель саморегулирующей организации, а теперь вслушаемся, которая является учредителем частного института, который и распространяет за 80% программы, и института, действие которого лоббирует фонд госимущества. А еще кто такой Каипецкий? Мало того, он же член этой аттестационной комиссии. Именно он подписывает протоколы, именно он подписывает замечания, когда даются отказы с хозяйственным структурам для того, чтобы заставить принять правила игры и что? Платить дань. Дань разработчикам схемы. Когда мы говорим с вами о цифрах, я бы привела еще одну цифру. Вот смотрите, мы с вами сказали, оценка не очень качественная, если не сказать, что совершенно некачественная. Что она делается автоматизированно нажатием одной кнопки? Я задаю вопрос. Но если так все просто, если не оценщика, школьника достаточно нажать на эту кнопку, Скажите мне, пожалуйста, а зачем обучали оценщиков три месяца? И дальше возникает вопрос. А если мы посчитаем, а сколько же затратило это лицо на обучение? Не падайте со стулью. Более 10 тысяч гривен. Давайте посчитаем. Есть цифры, которые надо считать. 3,5 тысячи гривен за обучение само. 1,5 тысячи гривен за то, что дали свидетельство руководителю. 1,5 тысячи гривен за то, что сдавал экзамен. Командировки, гостиницы, транспорт. Более 10. Вы знаете, частные заведения учебные скромненько за эти три месяца получили более 10 миллионов гривен. Но когда мы говорим, кто-то получил миллионы, давайте не забывать, что кроме этих миллионов, это капля в море по сравнению с 80% так называемых роялти, которые будет получать наш частный институт. И еще маленькая ремарка. Вот сколько вы учили оценщиков? 1,540. Вопрос. А они что, все начали работать? Они смогли организовать свои структуры? Нет? А почему нет? А их, оказывается, не допустили. А как не допустили? А дело, что мы уже говорили о сертификатах. Сертификаты-то не дали. А сертификаты только дали своим. Те, которые были ранее предназначены и четко определены. Извините, если будут вопросы дать, пожалуйста. Александр Мфедатор. Алексей. Алексей, вы прощаетесь. Голова управления Украинского ТВ и Столосей. Алексей, вы прощаетесь. Добрый день, дамы и господа. Я хотел бы переключиться чуть-чуть на другой аспект. Я не хочу говорить о политике. Я буду говорить, наверное, на большей степени о социальных аспектах, что принесет внедрение данной оценки и об ущелье государства. Но прежде чем на эту тему говорить, я хотел бы привести пример, к чему мы пришли. Чтобы поняли журналисты и наши люди. Сейчас фактически запатентован способ оценки. То есть это можно запатентовать способ подготовки интервью, способ кушать, способ спать, способ есть и далее, и далее. Господа, то есть это абсурд. Совершенно правильно, в первом блоге было показано, что страна у нас существует, непосредственно многие сказки не читают. Но вопрос другого порядка. Что нельзя фактически уведомительным порядком остановить весь рынок оценки. Нельзя в стране, которая считается страной с рыночной экономикой, заключать сделки, купли, продажи и налогооблагать доход гражданина не по рыночной стоимости. Нельзя в стране с рыночной экономикой делать так, чтобы сделка была непрозрачной и непонятна гражданину. Скажите мне, пожалуйста, как можно заключать сделку, купли, продажи и платить налоги со стоимости, которую люди не понимают? Объясните, кто-нибудь не понимает, как это считается. Люди должны знать прозрачность непосредственно определения стоимости. Если эта стоимость рыночная, как это во всем мире, она понятна. Рыночная стоимость. Люди понимают, что ее квартира стоит ровно сколько же, сколько рядом такой же типичная квартира. Это ясно. Во всех странах мира, где непосредственно существует налог на продажу. А я хотел бы акцентировать внимание, что сейчас данным постановлением ввели в Оману все граждане страны и правительство тоже. Потому что оценка для налогообложения дохода – это совершенно другая вещь, чем оценка для налогообложения имущества. Индивидуальная оценка при сделке купли-продажи во всех странах с рыночной экономики происходит по рыночной стоимости. И налогооблагается доходом не 5%, как у нас. В Соединенных Штатах 0,1%. Потому что именно там говорят, что чем выше налог, тем сомнительна сумма, по которой вы тут сидите сделка. Люди должны платить налоги, с удовольствием сложно сказать, но не бояться их платить. Это первое. Второе. Ответственность. Как вы думаете? Заказчик несет ответственность за оценку, которую сделало частное лицо, по стоимости которой не понимает заказчик, но он несет ответственность и оспорить оценку не может. Где мы живем? Четкая коррупционная схема. Что произошло? Статья 182 кодекса говорит о том, что оценочная стоимость, хотя в 2010 году мы писали в Дерховный Совет, когда кодекс утверждался, что рыночная стоимость должна быть при налогообложении дохода граждан в случае продажи, но оценочная стоимость определяется всего лишь навсего в двух случаях, господа. Первое. Когда человек владеет менее трех лет активом и продает. И второе. Продает более одного раза в году. Эта норма была интересна в 2004-2005-2006-2007 год, когда шел рост в стране. И когда спекулировали на имущество, по 10-15 раз продавали. Да, тогда 5% налога на доход гражданина можно было бы ограничить. Сейчас, в принятии в 2011 году кодекса, когда идет падение, идет падение, налог взымается фактически с затрат. И самое главное, он взымается с валового дохода граждан. Он не взымается с радостью между ценой приобретения и ценой продажи. Было бы логично, берется с валового дохода. Если вы купили квартиру, условно говоря, за 200 тысяч, а сейчас продаете за 150, то вы платите налог с затратой. Самое главное, что он должен взыматься всего лишь в двух случаях. Но, министерство юстиции год назад выпустило наказ, что в незалежности вид оподаткувания, то-кто ЧИЕ 5% в ЧИНИ, выозначается усилищной вартости. То есть расширили количество применения оценок до 400-450 тысяч единиц в году. Это только по недвижимости граждан, транспорту. Сейчас вводятся все корпоративные права, запомните, все ЛТДшки, все законодательные общества. Если физические лица будут продавать, то там опять оценочная стоимость. Корабли, самолеты, индивидуальная собственность полностью. И подтягиваются уже юридические лица. Это около 1,5-2 миллионов транзакций. Умножьте на 1000 гривен, и мы получим деньги. Но юридические лица будут дороже. Почему сейчас цену не ниже 300 выслали применять? Потому что, обожгли, 12 компаний определили стоимость от 5000 до 60 тысяч гривен. Прибегает юрист один и кричит, разводится с женой. Домовладение надо было срочно, это перед временем назначение варкоразводного процесса. И мы выставили за дом консезарта, консезарта 60 тысяч гривен. И он заплатил. В том году, когда все в ней работали или дивиденды. В этом году, перед 1 августом, также цены поднялись. Но сейчас они поняли, что это один из аргументов, оценщиков, которые работают на рынке, что мы, ребята, работаем по ценам, которые сложились на рынке. От 300 до 700-800 гривен. Поэтому указание 300, войти в рынок, отбить всех остальных 9 тысяч оценщиков, а потом уже трактовать. Вы же прекрасно понимаете, когда монопольное положение на рынке, то для вхождения это одно, а потом идет совершенно другая степень. Один из элементов, который мы сейчас не упоминали, но мы должны сказать. Господа, если вы надеетесь, что вы, созвонившись с нотариусом, подготовите сделку за день-два, за день-два дня, вы ошибаетесь. Если сегодня оценщик делал по ценам квартиры за 1-2 дня, то сейчас это 14 дней минимум, и заказчик должен расписаться на титульном листе и признать, что это оценка, то есть, вернее, это оценка действительно, только с его подписью на титульном листе. Скажите мне, пожалуйста, в сельском населенном пункте как сможет бабушка приехать подписать лично? Как она сможет заполнить анкету? Это социальный взрыв. Самое главное, могу сказать, что ущерб государству, он пока не осязаем с точки зрения происходящего, но это ущерб моральный. Если мы идем в ЕС, то такого не должно происходить. Понятия оценочной стоимости нет ни в одном европейском и нет в международных стандартах. И налоговой оценки тоже в таком виде нет. Ввели в Оману, потому что, я говорю, то есть есть понятие налог на продажи. Я не закончил тогда в штатах 0,1%. А во многих странах, господа, во многих странах этого налога вообще нет. Я поясню почему. Потому что если человек за свои накопленные средства, законно заработанные, накопленный поток положенный депозит, купил квартиру или дом, он уже заплатил все налоги. Извините, какой налог в продаже? За что? Или он должен быть не очень высоким? Тогда это будет понятно. А вот налог на имущество юридических физических лиц, который у нас сегодня пока веден с пометражного расположения, то действительно идет отстоимость. И тогда люди владеют собственностью в центре. Кто замужен, может платить. Кто не замужен, не платит. У меня пока все. Дякую. Нагадую, что это заседание по спорту Незалежной медиа про спорту и спорту и журналистов в Украине за поддержку, за участие спорта и я позволю себе сказать, что это не конференция, а именно заседание. Вы, жаные коллеги, можете брать участь, ставлячи запитания або висловливая свои позиции. Это ваше право. Я с вашего дозволу, потому что рассказано было очень много, я коротко резюмую. Насколько я зрозумів, до сих пор существовал римок оценивания, но знайшлися діячі в фонде Держмайна, которые решили, что нужно его можно полноморозировать. Они создали систему, сгідно с которой допускают, я думаю, только те, кто выгодны им, только те, кто не будет выступать, бронтовать. И за допуск на этот римок треба платить очень плохую сумму грошей. Кроме того, они создали новую ситуацию, когда оценивач, отримуячи свои примутки, фактически новый податок, 80% от своих примуток должны платить какому-то приватному институту, который, де-факто, контролируется все теми же диячами из Фонда Державного война. Если я неправильно не понимаю, вы меня поправите, но у меня вопрос, и также запрошу вас к беседе, все же таки, каким образом у нас справедливо, наступный крок логичный, у нас должен уже выбирать квартиры, каким образом это будет происходить? Как совершенно верно сказал Алексей, схема оценивания, мало того, что она на сегодняшний день противоречит действующему законодательству, Конституции Украины, она еще и приводит к абсолютно однозначно, она приведет к целому массиву ошибок при оформлении недвижимости граждан, при купле-продаже, на данный момент. Причем, за каждую ошибку, согласно тексту постановления 231, ответственность несет ни отценищик, ни фонд, ни нотариус, а заказчик, то есть гражданин, который покупает или продает недвижимость. Таким образом, возникает совершенно конкретный риск того, что сделка, совершенная, оформленная с ошибкой, в том числе, если ошибка будет содержаться в процедуре оценки, будет признан недействительный. А что у нас происходит в результате недействительной сделки? Вы, наверное, следили за ситуацией с недвижимостью господина Карнацкого в свое время, с его земельными участками. Вы знаете, что происходит у нас в таком случае. Аннулируется правоустанавливающие документы, и недвижимость переходит доход государства или того, кто оказался рядом и чувствует в себе силы для того, чтобы эту недвижимость схватить и забрать. Вот вам первый риск. Второй риск. За результат оценки, за процедуру оценки несет ответственность заказчик. За результат оценки тоже несет ответственность заказчика, как это ни странно, хотя есть субъект оценочной деятельности, у него есть сертификат, есть директор, который проверяет этого оценщика, у него тоже есть сертификат отдельный, есть институт качества, который проверяет оценщика, у него тоже есть сертификат, есть экспертная комиссия, есть подгосударственное имущество, которое проверяет качество оценки. Пять органов проверяют качество оценки, а ответственность за результат несет кто? заказчик и если вот эти все товарищи где-то нахомутаются результатом а это элементарно можно сделать если вы почитаете материал предоставлены самими вот этими организаторами размещённые вчера в прессе там одна коллега продемонстрировала журналистам работу программы и сказал вот видите как замечательно получается вот мы оценивали оценивали и получили ниже рыночные так что не переживайте налогов много платить не будете это вчера было сделано перед камерами это что мы получили мы получили заниженную стоимость для налогообложения любой прокурор вам два счета нарисует уголовное дело об уплате об уклонении от уплаты налогов на кого и на оценщика на заказчика опять же потому что два счета нужно доказать что вот эта штукатурка описана заказчиком неправильно когда он по телефону рассказывал об устройстве своей квартиры элементарно можно доказать что вот эти светильники стоят больше чем сказал заказчик оценщику элементарно можно сказать что половое покрытие вот этого стоит больше в магазине чем он сказал оценщик можно элементарно притраться техническому состоянию дома заказчик сказал что он плохой пришел оценщик например перепроверить а плохое состояние дома это когда он уже сносится на самом деле человек сказал у меня дом в плохом состоянии оценщик записал в плохом потом пришли перепроверять а дом стоит значит он в неплохом состоянии он в удовлетворительном состоянии чувствуете разницу а это занижение на 30 процентов стоимости сходу 30 процентов а на объемах 5 процентов от стоимости квартиры это особо крупный размер вот вам риск номер два мало того что человек рискует лишиться квартиры в результате он еще рискует попасть под уголовное преследование на ровном месте совершенно ничего не сделав противозаконно следующий риск в следующем году нас ждет реформирование системы налогообложения владения недвижимостью в этом году схема не заработал где налог считался от квадратного метра в следующем году нам обещали налог от рыночной стоимости внимание давайте подумаем а откуда будут брать налоговые органы рыночную стоимость недвижимость всей в стране недвижимости рыночную стоимость вы представляете себе колоссальный объем недвижимости которая находится в Украине это порядка 30 миллионов квартир домов миллион откуда возьмут рыночную стоимость что кто-то заказывал в каком-то научном институту катастрофы нет до сих пор нет таких работ бюджет и деньги на это не выделены никто не разработал никакой концепции никто не предложил никакого подхода научного как оценить всю недвижимость в стране на западе это делают специализированные институты по государственному заказу они строят катастрофы недвижимости так же как катастрофы земли существуют существуют на западе катастрофы недвижимости проводятся исследования рынка проводятся исследования технического состояния вычисляются очень сложные математические модели на их основании делаются катастрофы карты и катастрофы оценки вы уже говорили достаточно много массивных информации я думаю что у наших коллег напевно какие-то вопросы или желание выступить оценить и такие-то если кто-то хочет пожалуйста объединяйтесь пожалуйста а микрофон можно передать и название пожалуйста очень четкий и точный вопрос как выстрел в десяток почему по сути вы помните я только что говорила что граждане почти не имеют варианта побороть каким-то образом новоявленных оценщиков если им сделают оценку неправильно оказывается есть один выход наши новоявленные оценщики получили квалификационные свидетельства которые сегодня можно по сути считать недействительным потому что они были выданы в нарушение законов и нормативных актов у нас есть закон профильный по которому сказано что любой субъект оценщик должен обучиться а потом пройти годичное стажирование стажировка людьми годичное не было проведено вторая часть они учились вместо 505 часов 80 то есть на сегодняшний день мы можем говорить что о качестве работы таких оценщиков можно говорить в сомнительном в ориентировочном варианте мы будем получать отрицательные негативные оценки и у нас будут судебные расследования одно задним у нас как то есть я хочу высловитесь прошу назовите за ним геннадий оценщик то есть более семей лет стаж я хотел бы уточнить еще один небольшой нюанс по этому же вопросу мало того что на обеспеченных оценщиков выпустили буквально за две недели я хотел бы просто чтобы журналисты я не буду называть никаких цифр посмотрели соотношение вот сидит председатель украинского правительства тима он не разговаривает сколько людей находится членами вашего 1260 1260 человек то есть фактически это одна из самых мощных организаций меняющих себе оценщиков эта организация не представлена ни в одной из новых структур ни в одной то есть не в новой аттестационной резервенной комиссии не нашлось ни одного голоса от тысячи 250 человек которые пробовали на рынке не год не два и не три которые стояли у истоков этой оценки зато там есть новый испеченный оценщик и я бы хотел еще обратить внимание на то просто на тот количественный перевес оценщиков по третьему направлению новых оценщиков ведь фактически из новых оценщиков уличивших право сейчас проводить оценку в стаях оценщиков нет вообще спрашивается 9000 оценщиков имеющих точное образование имеющих экономическое и юридическое и строительное образование они еще все не хотят работать по словам головы фонда державного имена так и есть он на крестконференции в открытом зале мы предоставили возможность всем так что 9000 человек которые сейчас работают на рынке не изъявили желание работать изъявили желание работать 120 человек за неделю выучившихся но это смешно я хотел а может журналисты есть запитание а ты можешь было как вы сегодня стали свидетелями квалифицированного разговора и очень такого тревожного скажите мы понимаем что мы сейчас перед перераспределением рынка услуг кто виноват понятно а что делать вот мы услышали и что делать этот беспредел не сегодня завтра коснется каждого правильно сказали что мы в той или иной степени властники в чем и что делать пришла новая банда извините те кто профессионалы работали годами то есть договорняк набрали новых которых как бы обучили раздали за бабло какие-то свидетельства и что теперь можно ответить на вопрос но первое что необходимо это отменить постановление 2300 это самое оно суперечит закону про оттенку майна то есть была спроба под кабмину внести проект закону про оттенку майна с минами экип легала так в русло постановок однако нам удалось в этот период времени весенней сессии все таки не допустить чтобы этот законопроект рассматривался потому что они хотели ввести постановление подкрепить законом изменить а кто бы вы не театру выбросили откуда пошло от кабинета министра что дальше в чем основная суть что делать первое второе дамы и господа я вас прошу нету никакой новой специальности налоговой оценщика это блеф полный блеф ее нету чтобы вам было понятно это если завтра с утра вы приходите на работу и те кто пишет на экономические темы теперь вам говорят что вы должны теперь по определенному способу запатентованному в таких-то рамках на две-три колонки писать интервью на экономические темы для этого вы должны будете вы уже журналисты у вас есть специализированное образование но вы еще должны будете пройти обучение как писать статьи на экономические темы обязательно и ваш директор редактор тоже можно пройти экзамен сдать экзамен на лимитр и потом только лишь купить патенты заплатите вы за полость заплатите за навчание да купить патент на право писать по вот такому способу статьи вы теперь сможете писать на экономические темы понятно по другому можно сказать следующее завтра во всех парикмахерах стригут под полубокс девочки не радуются вас стригут под полубокс потому что так запатентовали так выгодно так удобно всем быстро вот чем проблема что совершенно аллогичная схема с точки зрения рынка с точки зрения влияния на экономику страны потому что год назад когда отменили в июне месяце то постановление наказа фонда имущества именюста Украинство общество оценщиков предложило в кабинет министров непосредственно как контролировать качество и оценщиков что получилось часть взяли в эту постанову с точки зрения регистрации отчетов на сайте фонда у нотариусов это естественно и нормально когда регистрируются все отчеты чтобы не было лишних отчетов на рынке назовем так некрасиво там левый неправильный по которому совершаются сделки это естественно и так же мы предложили и сказали что ответственность оценщика должна быть как она есть у нас в кодексе и административная и уголовная в случае если он вырушает ответственность оценщика однозначно это есть у нас в кодексе ведь все оценщики прекрасно понимают что наполнение бюджета страны очень важно если мы идем в евросоюз там есть и налог на имущество граждан и налог на доход только они регулируются и именно поэтому мы сделали совершенно нормальное предложение люди не любят платить так вот налоги за рубежом занимаются следующим образом когда продают или налог на имущество есть рыночная стоимость или 50% от рыночной стоимости человек понимает его квартира стоит за метр квадратный тысячу долларов а с него налог будет 500 или 700 или минус 20 или минус 30% человек тогда понимает да но берется с разницей между затратами на приобретение и непосредственно продаж поэтому выход один у нас есть цивилизован у нас есть закон об оценке имущества которые вполне цивилизованы у нас есть национальные международные стандарты которые также цивилизованы но в них вносятся сейчас изменения это же первый шаг отодвинули условно говоря от общественного регулирования оценщиков работающих на рынке вносятся изменения под свои схемы под колоссальные деньги оборот оценочных услуг когда 10 тысяч оценщиков выполняют эти работы это каждый существует работает небольшая фирма она доступна человек в любом селе пришел и заказал оценщиков сейчас же проблем нету сейчас же до 2010 года все работают проблем нету в том что кто определяет плохой оценщик налоговый или те кто работает господа задумайтесь сейчас проблем нету люди как совершали сделки так и совершают и тут вдруг так скажи пожалуйста это что нам только продаж нерухомостей или тоже падение или оформление падения да все равно кто хочет оформить падение и так далее нет нет там маленькая доля на рынке она интересная и вызывает конфликт я маленькую добавочку хочу добавить одно предложение когда Алексей Дмитриевич говорил он сказал их мало вы подумайте пять процентов придет сегодня только на рынок всего пять монополистов естественно что получится конкуренции нет а монополизм и цены взрастут ну пусть не сегодня сегодня им не разрешили ну тогда с февраля они поднимутся в 10 раз так как они поднимались в прошлом году я хочу дополнить вернее подрезюмировать то что сказал Алексей Дмитриевич на вопрос а что же делать ну во-первых уже было сказано отменить постанову 231 это очень правильное решение и я думаю что еще можно было бы сделать только это не от нас зависит вот недавно сменился министр юстиции а министерство юстиции как известно очень сильно продвигала эту тему по-другому это не назвать Лавринович ушел теперь есть Лукаш Лукаш еще возможно не в курсе всех событий которые происходили но мы донесем до нее эту информацию я надеюсь она прислушается но еще есть фонд госимущества то есть Рябченко который в прошлом году сам признал когда приказы фонда госимущества которые в этом году продублированы этой постановой практически были отменены эти приказы через две недели и Рябченко сам сказал ну рынок не готов сегодня к тому чтобы ввести такие изменения по сути ничего не изменилось но видать рынок подготовился хотя я не вижу где так вот у меня есть еще один пункт того что нужно изменить я думаю Рябченко сам должен попроситься в отставку как не оправдавший надежды тех кто является его подопечным то есть оценщиком спасибо как шаново коллеги тривая заседание пресс-клуба независимых пресс-клубов спорту журналистов нагадую это заседание не пресс-конференция поэтому вы тоже можете брать участие и спорную под поддержку если мы не достучимся до правительственных органов которые в состоянии принять адекватное решение по этому вопросу то есть отменить постановление 231 и сесть за круглый стол с общественностью по разработке новой методики взимания налогов схема может выглядеть следующим образом рынок немножко таки подготовился в том смысле что люди постарались закрыть сделки до 1 ноября и в ноябре и декабре мы будем наблюдать на рынке недвижимости затишье то есть оформление сделок будет минимальным и существующие налоговые оценщики где-то как-то будут с ним справляться вот если у нас начнется рост рынка недвижимости то справляться они с ним не будут им придется расширять филиальную сеть и для этого в том числе как бы для этого понадобятся дополнительные затраты придется поднимать цены значит до февраля месяца действуют отчеты октябрьские сделанные еще по старой методике с февраля старые отчеты действовать не будут у налоговых оценщиков будет полная свобода действий в том числе в аспекте установления цен мы ожидаем очень серьезный рост цен с февраля месяца на оценочные услуги в следующем году мы ожидаем то что я говорил то есть начнут выстреливать эти риски начнется практика взыскания недоплаченных налогов через суд в том числе с конфискацией имущества это мы будем наблюдать уже в первой половине следующего года кроме того в следующем году налоговую оценку вот как я говорил платят все по принципу платят все будут расширять на налогообложение владения то есть если сейчас мы говорим о сделках о доходах со сделок то в следующем году будет предпринята обязательно попытка ошей на владение недвижимостью то есть на всех граждан представьте себе у нас граждане стоят в очередях даже к существующим нотариусам а что будет если всю страну поставят в очередь к 120 оценщикам всю страну 30 миллионов объектов недвижимости как вы себе это представляете а за отсутствие данного документа будут строговать как за неуплату налогов очень серьезный вплоть до уголовной ответственности вот такая вот такая вот веселая перспектива как выглядят коррупционные складовые инвестиционные оборудования при занимающих правилах вот так 80% по договору они будут отчислять что-то сверху будут продолжать торговать местами у корыта если схема будет развиваться то цена места будет расти потом поскольку даже морщик у нас на 45 дней лишних как говорится вот этот планктон вот этот оценочный который они набрали они будут отфильтровывать потихонечку и где-то к концу февраля началу марта путем прекращения действия договоров лицензионных на программное обеспечение они отфильтруют всех кто надеялся по-быстрому срубить денег на этом деле и оставят только свои филиалы то есть фактически мы будем иметь по всей стране филиалы фирмы аргументы фирмы я отвечу на ваш вопрос вы говорите о коррупционной составляющей а она уже есть на сегодняшний день потому что фонд имущества сделал все чтобы не пропустить для них чужеродных на данный рынок давайте посмотрим интересная схема сдала экзамены сегодня более тысячи человек оценщиков по идее это должно было быть более тысячи предприятий почему один человек на себя регистрировал одну фирму директоров сдала экзамены более тысячи а мы имеем сегодня только триста семьсот человек ну шестьсот человек получили отказы я рассказываю каким образом они получили отказы самое важное об этом вы подумайте фонд госимущества выбирает литературные произведения как продукты интеллектуальной собственности только у одного предприятия вы что думаете не существует других объектов интеллектуальной собственности они же есть а я может не поняла я не отвечаю но посмотрите но я должен что-то заплатить за офис за электричество за телефон за интернет и что-то кушать еще поэтому дайте мне пожалуйста еще пятьсот сверху вот так это будет выглядеть это будет оформлено либо как дополнительные услуги либо просто как деньги сверху потому что невозможно не может оценщик работать даром вы же понимаете что восемьдесят процентов это это все равно же стоп практически там ну там ничего не остается там остается только на сухари ну а еще надо все на первую дню рахунок 300 гривен ну при чем вы заплаты за эту рахунку дальше поставят в очередь нет поставят стоимость или или поднимут стоимость потому что программа позволяет делать все что угодно на самом деле все эти разговоры об объективной оценке да да это это разговоры в пользу бедных потому что оценщик на самом деле может выбрать там программа предлагает ему ряд аналогов и он может выбрать из них такие какие ему больше понравятся я вас с вашего дозвола звернув увагу на термаштан записывал в угоде про то что эта угода есть таяннице протягом 15 лет если вы разголошите таяннице то получите штраф 100 тысяч гривен по поводу программы если можно я дополню когда говорили о том что есть рекомендации не писать в счете больше 300 гривен там же в этих же письмах рассылаемых новых оценщиков было указано было указано что а если у вас не получится внести информацию заказчика в анкету программы тогда вносите эту информацию в соответствующую анкету в формате excel зачем эта программа неизвестно если то же самое можно сделать в excel так вот что касается того как вы сказали почему как клиент у себя вести да как клиент у себя вести это само собой вопрос к тому будет ли будут ли брать больше или не будут вполне возможно что просто-напросто скажут программа не работает приходите позже или кроме этих 300 гривен будут просто честно говорить что 300 гривен это официально а тысяча неофициально не хотите идите к другому вот и все будете ходить кругами а если я вам поставлю состояние дома неудовлетворительное то вы не доплатите еще 500 гривен но вы сэкономите 2 или 3 тысячи понимаете человек который я можно да человек который грубо говоря оценщик можно назвать еще раз за ним геннадий оценщик просто чтобы вы понимали сейчас все оценщики живут на государство и несут ответственность за то что они пишут каждый оценщик здесь присутствующий имея небольшой стаж в состоянии научить любого человека продать любое имущество на крещатике по этой программе за одну риму выход на объект идентификация объекта и осмотр объекта они предусмотрены новым законодательством понимаете любой из новоиспеченных оценщиков оценивает кота в мышке я владею и понимаю для чего мне это надо и если я понимаю что мне надо заботиться я всегда скажу что в доме у меня нету ничего газ не обрезали вода у меня бежит штукатурки у меня дома нет и полов тоже нет я понимаю что я не чувствую за это ответственность как заказчик это я понимаю по-новому законодательству просто человек этого не понимает он понимает одно если ему сказали что так можно сэкономить он так и сделает вот вам коррекционная составляющая данная схема на данный момент существует нормальная отработанная законом про оценку имущества системы без идентификации и осмотра объекта оценки невозможно то есть мы обязаны сами выйти просмотреть состояние убедиться в качестве сделать фотофиксацию и обязательно предложить ее в свой отчет то есть даже через 10 лет вы откроете любой из наших отчеток и увидите там мы там были и вот она нужна вам в таком и таком в таком состоянии а сейчас что бабушка принесите мне паспорт я его отправлю в Киев а из Киева через 2 недели мне придет неизвестно что опять же определение стоимости стоимость диктует рынок если в Киеве вряд ли независимы или как я говорю новые оценщики я не в состоянии определить есть рынок продажи в квартиру есть рынок продажи допустим частных домов и рынок семейных участков давайте идем на 300 км от Киева в Гухи и все там где дома продаются по 3-4 тысячи грин это реальная цена они будут просто заколочены и заброшены потому что никто не захочет плохить налога больше чем стоит данный объект вот к этому мы придем а мы придем однозначно потому что там нет рынка те люди и оценщики которые находятся на местах они в любом случае владеют рынком и владеют рынком намного лучше чем институт оценки созданный в прошлом году и просуществовавшие на рынке один год понимаете база оценки рынковные сделки они все хранятся у нас у всех институт оценки а названный институт оценки по существованию ровно один и учредитель один человек понимаете вот вам коррупционная составляющая я хотел маленькую добавить еще ремарку все субъекты оценочной деятельности по направлению 3 имеют уставный фунт одну тысячу гривен где взносом в уставный фунт есть стол письменный один субъект оценочной деятельности следующий берешь 4 стола 4 стула дальше еще какие то документы непосредственно бумаги и тому подобное так то есть понимаете что делать то есть вопрос который поднимается я еще раз хотел бы акцентировать внимание журналистов оценочное сообщество все которое работает и работало на рынке является граждан нашей страны все оценщики хотят чтобы наша страна развивалась и жила в рыночной экономике потому что специальность оценки это специальность рыночная однозначно а как следствие только рыночная экономика в данном случае мы понимаем имеет тенденцию падения развития но она движется рынок диктует безусловно все оценщики заинтересованы чтобы капитализация страны или стоимость активов была отображена по реальной стоимости чтобы налоги поступали нормально чтобы налоги поступали с правильной стоимости налоги должны быть социальными и уплачиваться населением адекватно и восприимчиво для этого надо работать то что сейчас происходит не проблема в оценщиках 9000 хотя и в ней тоже большая потому что 9000 человек оценщиков 7 по 3-4 человек умножаем и далее 45 на 50 тысяч человек если что с рынка уходят идут в никуда на бирже труда вопрос другого порядка куда мы движемся с точки зрения идеологии развития страны 1 какие коррупционные схемы у нас утверждаются и кем 2 3 какой ущерб государства сейчас будет нанесен сложно посчитать огромнейший 4 полная социальная несправедливость и невозможность себя защитить в данном случае и самый последний господа информация у ваших у вас будет у частных фирм где написано что вы вот он отчет пример отчета 2 листочка и анкета на 3 листа что вы полностью все свои данные им передаете о себе а вас будут иметь всю информацию будут знать как вам поступиться частные фирмы информация уходящая даже в общий реестр в комнатах не защищена и мы столкнемся с тем что столкнулся Минюст то есть фактически базу нужно сломать и знать обо всех графах где это видно дякую шановые коллеги я звертаю вашу увагу что заседание пресс-службы пресс-клуба незалежной медиапроспилки и спилки журналистов Украины уже тревает полтора года нам подали очень интересную информацию очень интересную и сумную потому что мы можем стать заручниками этой схемы очень похожей но я думаю что пора завершить и поэтому если есть какие-то чуточные вопросы особенно до журналистов если кто-то хочет дать новую оценку а пожалуйста прошу вас кто хочет мы неоднократно обсуждали в экспертной среде проблему налогообложения оценки для налогообложения большинство экспертов сходятся к тому что нужно прекращать изобретать вот эти коррупционные велосипеды нужно взять на вооружение опыт западных стран США Европы провести катастрофу оценку всей недвижимости и на этой базе рассчитывать все налоги что касается дохода то совершенно правильно говорю Алексей Дмитриевич нужно исходить из рыночной стоимости но обладать не весь оборот от продажи а также опять же как действуют все развитые страны обладать именно доходом разницу между ценой покупки квартиры и цены последующие перепродажи депутат 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 хочу поблагодарить организаторов во-первых а во-вторых коллегам журналистам предложить это один из немногих случаев когда мы можем реально помочь обществу то есть когда от общего переходить к частному коррупция боится света вот если брать например по имену например взяли и долгить журналистскими расследованиями пускай даст интервью расскажут как будущим председателем общественной организации создался как это предприемство объединенных грамотян частный институт и каким способом то есть начали они руководить этими процессами и проводить хотя бы минимальный ликбез для общества потому что одно дело вы здесь рассказали нам а пока общество этого не поймёт и журналисты не выступят как ретрансляторы вот этой беспокойности то грошь нам всем цена да абсолютно вы правы перехватили мои думки я хотим сказать что наш приклад свидетельствует это что это что это что что это когда следы журналисты Но эта история относится каждого из нас. Я думаю, что все граждане, по идее, должны быть зацеплены в том, чтобы прийти, я не знаю, где, до кабинета министра Вазарова или до фонда Держмайна и выступить с протестами. Ну и на этом, с вашего удовольствия, еще не желаю висловиться из наших гостей. Нема. Отже, на этом, если раптом выйдет вопрос, то я думаю, что наши гости, на участники заседания, они дадут и задовольные ответы вам каждому конкретно. Эсклюзивные какие-то вещи. А я оголошу черговое заседание пресс-клуба незалежной медиапрофспилки и спилки журналистов Украины за участие и за поддержку спільного бачения завершенным. Дякую вам всем за увагу. И у нас традиционно происходит, мы фотографируемся вси разом на прощание. Я сейчас попрошу вас не расходиться, приедайте сюда, пожалуйста. Я сейчас попрошу Оксана, она нас фотографирует. И мы где-то в интернете, на фейсбуке выставим эти фотографии на память.